Фильм «Бегущий человек» основан на книге Стивена Кинга. При 27-миллионном бюджете фильм собрал около 40. Действие происходит в 2017 году. А на главную роль изначально рассматривались Дольф Лунгрен и Кристофер Рифф, но в итоге её получил Арнольд Шварценеггер. Фильм также основывается на ТВ-игре «Американские гладиаторы», шедшие ещё с конца 80-х до конца 90-х. Одним из постоянных участников, там был, кстати, Линред Уильямс, которого мы все помним по роли Джакса в фильме «Смертельная битва 2» 1997 года. Сценарий к «Бегущему человеку» писал Стивен Де Суза, который был также режиссёром «Уличного бойца» 94-го и принимал участие в написании сценария к фильмам «48 часов» 82-го, «Команду» 85-го, «Крепкий орешек» 88-го и прочему. Режиссёром «Бегущего человека» был изначально Эндрю Дэвис, который также режиссировал фильм «В осаде» 92-го со Стивеном Сигалом и фильм «Беглец» 93-го с Харрисоном Фордом. Эндрю был уволен спустя две недели режиссуры «Бегущего человека» из-за того, что он оставал от графика съёмок, и его заменил Пол Майкл Глейзер, который ещё режиссировал фильм «Непобедимый дикарь» 94-го с Кевином Бейконом, «Джина вызывали» или второе название у фильма «Казам» 96-го с Шакилом Унилом. Этот фильм упоминали в очень страшном кино, как фильм, где ужасно сыграл Шакил. «Ты любишь фильмы ужасов? Какой твой любимый? Казам! Там, где Шакил Анил играет Джина! Это не фильм ужасов! Ты не видел, как Шак играет!» А также Пол Майкл Глейзер работал и актёром, и играл Дэйва Старски в сериале «Старский и Хач» 70-х. В 89-м году вышла игра «Бегущий человек» на различных платформах, включая Nintendo Entertainment System и Amiga. Поминутно пройдёмся по фильму. На 13.29 персонаж Шварца говорит «Я занимаюсь выживанием, а не политикой». В реальной жизни же Шварц был губернатором и вплотную занимался политикой, а не выживанием. На 40.05 Шварц говорит «Я вернусь!» Это коронка, которую он говорил ещё во многих фильмах, а начал с «Терминатора» 84-го. На 43.08 в переводе Гаврилова Саб-Зиро «Ледяного человека! Профессор Ледяной Человек!» А на 1.30.05 персонаж Шварценеггера говорит «Подобное приветствие использует ютюбер по имени Пьюди Пай». «Мой имя Пьюди Пай!» «Кьюди Пай!» Теперь расскажу об актёрах фильма. Профессор Тору Танака, настоящее имя Чарлз Калани, играл Саб-Зиро. Умер он 22 августа 2000 года, в 70 лет. Он также играл в первом фильме Тима Бёртона «Большое приключение Пиви» 85-го. Был в фильме «Волонтёры» 85-го с Томом Хэнксом, «Чёрный дождь» 89-го, «Человек-тьмы» 90-го, «Три ниндзя» 92-го года и «Последний киногерой» 93-го. Профессор Тору Танака в 70-х ещё выступал в рестлинге. Эрланд Ван Литт, игравший Динамо в «Бегущем человеке», умер 23-го сентября 87-го года, в год выхода фильма. Ему было 34 года, и он умер от сердечного приступа. Он действительно поёт своим голосом в «Бегущем человеке». А также он пел в фильме «Буйный помешанный» 80-го года с Ричардом Прайором и Дженом Уайлдером. Про все фильмы которых я рассказывал в ролике про комедию «Ничего не вижу, ничего не слышу». Также Эрланд Ван Литт играл в фильме «Странники» 79-го и «Один в темноте» 82-го. Роль в «Бегущем человеке» стала его последней. Джесси Вентура играл капитана «Свободу» в «Бегущем человеке». Он известен ролью Блейна в фильме «Хищник» 87-го, про который есть отдельный ролик на канале, и там же рассказ о Джесси Вентуре. На 26.50 можно увидеть в «Бегущем человеке» Франко Коломбо. Он друг Шварценеггера, и они вместе тренировались часто. И Франко также появился в фильме «Терминатор» 84-го, пытался играть в фильмах, но не получилось. Но они всё так же дружатся с Шварценеггером и вместе тренируются периодически. Ричард Доусон, игравший Дэймона Киллиана, получил за роль в «Бегущем человеке» премию «Сатурн» как лучший актёр. Ричард умер 2 июня 2012-го, в 79 лет от рака пищевода. Роль в «Бегущем человеке» стала его последней в кино. Он в 70-х и 80-х был ведущим шоу «Семейная вражда», поэтому его и взяли на роль ведущего в этой реалити-игре «Бегущий человек». Мария Кончита Алонсо играла Эмбер Мендес в «Бегущем человеке». Также она играла Леону в фильме «Хищник 2.90-го», про который есть отдельный ролик на канале. Ей 60 лет, и она также снималась в фильме «Москва на гудзоне» 84-го, «Поцелуи вампира 88-го» с Николасом Кейджем, «Повелители Салема» 2013-го и многих других фильмах. Она также поёт и играет на гитаре, периодически помогает различным фондам. Яфит Кото, игравший Уильяма Лафлина в «Бегущем человеке», также играл Паркера в фильме «Чужой 79-го». Гас Ретвиш, игравший Пилу, также играл в фильме «Близнецы 88-го». А что с Пилой-то? Ему пришлось раздвоиться. Эдвард Банкер, игравший в массовке «Повстанца Ленни», нам знаком по роли мистера Синева в фильме «Бешеные псы 91-го». Эдвард умер в 2005-м. Курт Фуллер, игравший Тони в «Бегущем человеке», также играл «Полицейского» в «Очень страшном кино» и ещё в куче фильмов. А на 1.22.30 это лицо Питера Кента. Он дублёр Шварца и играл ещё в куче фильмов с ним. Работал каскадёром в «Терминаторе», появлялся в «Близнецах» и многих фильмах. Чику в «Бегущем человеке» играл Томас Розали с младшей, игравшей плохих парней в миллионе фильмов. Также в «Бегущем человеке» можно увидеть Лин Шей, которая играла в куче фильмов, включая ужастик «Астрал». Она сестра основателя и директора кинокомпании «Нью Лайн Синема» Роберта Шея. При 29-ти миллионном бюджете фильм «Красная жара» 88-го года заработал около 34 миллионов и фильм не стал каким-то заметным в Штатах или в мире, хотя Шварц возлагал на него большие надежды. Это один из немногих фильмов, где советского человека представляют положительным персонажем и его даже играет легендарный Арнольд. Сценарий «Красной жары» очень часто переписывался, даже во время съемок, и были постоянные изменения. Из-за этого было много удаленных сцен, которые так и не вышли в видеоформате, были похоронены и мы их никогда не увидим, к сожалению. Режиссером был Уолтер Хилл, режиссировавший также фильмы «48 часов» с Эдди Мерфи и Ником Нолти, «Миллионы Брюстера» 85-го с Ричардом Прайером, «Красавчик Джонни» 89-го, «Продолжение 48 часов», фильм «Нарушение территории» 92-го, «Герой-одиночка» 96-го с Брюсом Уиллисом, суперпровальный фильм «Сверхновое» 2000-го, который при бюджете в 90 миллионов заработал лишь 15, «Обсуждению не подлежит» 2002-го с Уэсли Снайпсом, фильм «Неудержимый» в оригинале, который называется «Пуля в голову» 2012-го с Сильвестром Сталлоном, а также фильм «Томбой», второе название фильма «Пацанка. История Мстителя» 2016-го года с Мишель Родригес. Поминутно красножаримся. На второй минуте показывают совместные бани, мужские и женские, и там же тренажёры стоят. Такое возможно только после смерти в раю, в реальной жизни я такого никогда не видел. На четвёртой минуте съёмки в снегах велись на самом деле в Австрии, и во время съёмок здесь умер от сердечного приступа постановщик трюков Бенни Доббинс, ему же в конце и посвятили фильм на 1.40.56. На 10.13 знаменитая сцена, в которой лингвистическая ошибка. Злодей спрашивает. Какие ваши доказательства? А Шварц отвечает. Кокаином. Это неправильно, надо было тогда спрашивать, чем вы можете доказать. И тогда правильный был бы ответ. Кокаином. Либо ответ должен быть просто. Кокаином. На 19.55 пишется по-русски английскими буквами, да ещё и с ошибкой в слове «уголовное». Также ошибка в слове «подтверждение», о том написали в одно слово и что через букву «Ш». Ну а также городской с буквами «А». Это вот всё с гигантским бюджетом, в фильме пишут вместо кириллических символов английскими. Видимо тяжело было найти печатную машинку с нашими символами. А также в фильме говорят по-русски с ужасным акцентом. Теперь расскажу об актёрах фильма. Джим Белуши играл Арта Ридзика в «Красной жаре». Ему уже 64 года на 2018. И он также играл в фильме «К-9» 1989 года. «Мистер. Судьба 90-го. Как разобраться с делами 90-го же». Кудряшка с «Ю» 1991 года, про которую я подробнее рассказывал в ролике про фильмы Джона Хьюза. Далее Джим появился в фильме «Подарок на Рождество» вместе со Шварцем. В фильме «Преступные связи» 1997 года. «Провал во времени» 1997 года. В сериале «Как сказал Джим в 2000-х». А также играл в сериале «Твин Пикс» 2017. У Джима Белуши был брат, Джон Белуши, который умер от передозировки наркотиков в 1982 году. Знающий, что делать с чужими мамами? «Иби свою маму заняться». И любитель целоваться в жопу и залупу? «Поцелуй меня в жопу. Поцелуй мою залупу». Актёр Эд О'Рос играл Виктора Ростовилли в «Красной жаре». Чисто русская фамилия. Он также играл в «Смертельном оружии» 1987, «Целка в металлической оболочке» 1987 же, Джексон по кличке Мотор 1988, «Дик Трейси» 1990 и появился в фильме «Универсальный солдат» 1992, про все части которых есть отдельный ролик на канале. Лавренций Огнерыбов, он же Лоуренс Фишберн, играл лейтенанта Стопса в «Красной жаре». Он известен ролью Морфеуса в фильме «Матрица». Также он был в фильме «Апокалипсис сегодня» 1979. Появился в фильме «Бойцовская рыбка» 1983 с Микки Рурком, «В кошмарах на улице Вязов 3» 1987, про все части которого есть отдельный ролик на канале. Играл в фильме «Ребята по соседству» 1991. Номинировался на «Оскар» за роль в фильме «На что способна любовь» 1993. Был в фильме «Таинственная река» 2003. «Миссия невыполнима» 3 2006. Озвучивал «Серебряного серфера» в фильме «Фантастическая четверка вторжения серебряного серфера» 2007. Играл в «Хищниках» 2010-го, «Человек из стали» 2013-го, «Бэтмен против Спермана» 2016-го. А также появился в фильме «Джон Уик 2» 2017-го и «Человек-муравей и сосай» 2018-го. Олег Видов играл Юрия Огаркова в «Красной жаре». Он умер 15 мая 2017-го в 73 года от «Рака поджелудочной». Он также играл небольшую роль в ужастике «Исполнитель желаний 2» 1999-го, про все части которого есть отдельный ролик на канале. Этот человек удивительный, может вам сделать... Меня зовут Деморест, господин Пушкин. Савелий Краморов играл Григория Мусоргского в «Красной жаре». Он умер 6 июня 1995-го от «Рака». Также он появился на пару секунд в фильме «Танго и кэш» 1989-го, про который я рассказывал подробнее в мужских фильмах. Ссылка есть в описании. А впервые Савелий Краморов появился на экранах в фильме «Ребята с нашего двора» 1959-го. Также он играл в двух версиях фильма «12 стульев» 1971-го и 1977-го года. Ну а известен он ролью в фильме «Джентльмены удачи». Сам ты ёлка! Брайан Джеймс играл Стрико в «Красной жаре». Он умер 7 августа 1999-го, 54 года, от сердечного приступа. Он также играл в «Танго и кэш» 1989-го. Питер Бойл играл Лу Данелли в «Красной жаре». Он умер 12 декабря 2006-го, 71 год, от множественной миеломы и болезни сердца. Также он играл в «Таксисти» 1976-го, в фильме «Кулак» 1978-го с Сильвестром Сталлоном. И появился в фильме «Плутонэш» 2002-го. Джина Гершин играла Кэт Монцетти в «Красной жаре». Она же играла ещё в фильме «Девушка в розовом» 1986-го, в фильме «Шоу Гёллс» 1995-го, появилась в «Лучшем из лучших 3» 1995-го же, в фильме «Без лица» 1997-го, «Киллер Джо» 2011-го и прочим. Фильм «Без компромиссов» 1986-го имел бюджет в 11 миллионов, а принёс он около 16-ти всего лишь, и обанкротил студию Дино де Лаурентиса. Это должен был быть боевичок со Шварцем, который принесёт денег для высокобюджетного фильма «Вспомнить всё», правами на который тогда обладал продюсер Дино де Лаурентис. Но не вышло, и права на фильм «Вспомнить всё» были проданы компанией «Королко», которая только в 90-м году выпустила фильм «Вспомнить всё», который стал успешным. И, кстати, тогда на главную роль планировался Патрик Суэзи, а не Арнольд Шварценеггер. Режиссёром фильма «Без компромиссов» стал Джон Ирвин, режиссировавший ещё «Робин Гуда» 1991-го с Умой Турман, а также фильм «Вдовья Дова», а также фильм «Вдовья Гора» 1994-го. На 43-20 точно не уверен, но, по-моему, Шварц здесь случайно ударился башкой. Теперь немного расскажу об актёрах «Без компромиссов». Роберт Дави, игравший Макса Келлера в фильме «Без копрофилов», также играл в «Крепком орешке» 1988-го, появился в фильме «Джексон по кличке Мотор», играл в фильме «Хищник 2» 90-го, в фильме «Шоу Гёлс» 95-го, «Неудержимые 3» 2014-го и прочим. Он актёр и певец. Сэм Ванамейкер, игравший Луиджи Патравита в фильме «Без копрофилов», умер 18 декабря 1993-го в 73 года от рака. Пол Шеннер, игравший Пауло Рокко, умер 11 октября 1989-го в 53 года от спида. Он ещё играл в фильме «Лицо со шрамом» 83-го. Эд Лаутер, игравший Бейкера в фильме «Без компромиссов», умер 30 октября 2013-го в 74 года от мезотелеомы. Это рак плевры, который возникает чаще всего из-за воздействия асбеста. Эд ещё играл тренера в «Недетском кино» 2001-го. Стивен Хилл, настоящее имя которого Соломон Краковский, играл Мартина Ломански в «Без компромиссов». Он умер 23 августа 2016-го в 94 года. Даррен Макгавен, игравший Гарри Шеннона в «Без компромиссов», умер 25 февраля 2006-го в 83 года. «Без компромиссов» также играл дублёр Шварца Питер Кент и «Вечный злодей боевиков» Тома сразали с младшей. Про остальные фильмы со Шварцем, на которые я делал ролики, есть ссылки в описании, можете глянуть, кому интересно. Хочу сказать отдельное спасибо тем, кто поддерживает меня всегда на сервисе Patreon. Это Альфред, Сергей Чернов и Серёга Шелест. Спасибо, ребят, за это большое, за постоянную поддержку. Кое-что вас ждёт в будущем. Отличный будет контент, я думаю, стараюсь пока делать. И также ещё спасибо тем, кто также поддерживает на сервисе Patreon. Спасибо всем. Про остальные фильмы с Варш... Со Шваршем? Шварц... С Фаршем? Шварш Шварценеггером? Три ниндзя 92-го. Последний киногерой 93-го. В 70-ку наступал в Местлинге. Хе-хе-хе. И последний геной. Геногерои. Комасите, комаси. Сам один нахуй.